Международный день пожилых людей – праздник особенный для всех поколений. Он дает дополнительную возможность выразить ветеранам, людям преклонного возраста, слова сердечной признательности за их воинские трудовые подвиги, за огромный вклад в развитие родной страны и республики. Тамара Игнатьева продолжит тему. День пожилых людей в этом году мирненцы отметили спортивно. В детской и юношеской спортивной школе собрались 8 команд, чтобы выявить самых быстрых, сильных бабушек и дедушек. Команды наших дедушек, бабушек участвуют активно. Причем приезжают многие со Светлого, постоянная команда, постоянно с Чернышевского приезжает команда. Все ветераны МВД, кстати, тоже команда такая регулярная, соревнуются в небольших таких подвижных конкурсах интересных. Как бы не даем им скучать, чтобы они всегда радовались жизни и видели, что о них никто не забывает. Этапы веселой эстафеты давали спортсменам легко. И как оказалось, пожилой еще не значит слабый. Да и организаторы постарались, чтобы участники получили удовольствие от мероприятия. Расскажите, как вам соревнования? Прекрасно. Задает тонус. Хочется жить. Вот так побольше бы, но сил побольше надо. Задыхаешься. Мы составим МВД. Вся команда вот участвует. А какой этап вам больше всего понравился и какой был более сложный? А, вот этот вид, кажется, мячик не удержать, потому что сложно. А так-то бегать-то сможем мы. Для бабушек и дедушек эти соревнования не для спортивных достижений. Но победителей все же выявили. Ими стали пенсионеры со Светлого, которые и выиграли главный приз – 100 тысяч рублей. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».